приветствую вас дамы и господа в этом видео расскажу вам про караван который стартовал у нас вот сейчас уже 22 апреля вечером в 19 мск 28 апреля в 23 59 мск она заканчивается у нас есть неделя для того чтобы попробовать это событие или пройти стороной в прошлых видео я вам в одном рассказал полностью про это событие как там чем работает механики в общем и целом сделал полноценный обзор этого события во втором видео про это событие я вам рассказал свое мнение и показал предварительный полный список товаров который кстати хоть это и был неофициальный а какой-то там слив он в принципе совпал на 100 процентов там или почти на 100 там тяжело даже найти где оно не совпало может быть я где-то что-то не досмотрел но в принципе тот предварительный слив который был он совпал куча старых танков которым миллион раз можно было уже получить единственный прикол в том что некоторые танки можно получить в караване за серебро даже есть 4 танка за один кредит за одну серебринку это все конечно круто классно но в целом скидки выглядят не такими уж большими от 5 до 30 процентов глобально это не так уж много а чтобы попасть на какой-то танк за один кредит я не знаю каким надо быть везунчиком поскольку некоторые говорят там чуть ли не через пару минут после старта каравана уже танков за одну серебринку не было там же они еще и ограниченное количество их сколько-то причем непонятно сколько их 5 штук 10 50 100 сколько их пару минут их нет каждый день в 9 вечера в 21 00 мск пополняется у нас ассортимент на караване то есть танки за одну серебринку каждый вечер пополняются и у нас есть неделя чтобы каждый день вечером заходить и начинать крутить этот караван каждая прокрутка смена товара стоит либо 100 тысяч серебра либо один жетон который можно купить по скидке целой пачкой максимальная скидка это если один жетон будет стоить 80 тысяч кредитов в итоге ты покупаешь 100 жетонов это 8 миллионов серебра я в принципе так и сделал поскольку это максимальная скидка если эти жетоны не потратить после события не вернуться в серебре некоторые умники думали что им вернут больше чем они потратили нет сколько ты потратил столько те вернут из оставшихся жетонов но вот в чем самый большой лохотрон этого события по сути ты каждый вечер приходишь за пару минут и должен успеть накрутить танчик за одну серебринку или просто другой какой-то танк за серебро ведь это наверное самое желанное что вы хотите скорее всего поскольку там в основном одно старье и сильных танков не так уж много но за серебро есть более-менее нормальные варианты но ты попробуй на них попасть поскольку каждый раз когда ты крутишь караван меняешь товар следующий товар выпадает случайный абсолютно случайный также разработчики мне лично в дискорде отвечали что не будут выпадать товары которые у вас есть в итоге танки некоторые выпадали которые у меня есть камуфляже 2d стиле выпадали которые у меня есть в итоге я крутил эту карусель и мне выпадало очень часто то что у меня есть оно мне нафиг не надо каких-то тайных товаров там нет ничего уникального нет ничего интересного по сути тоже скидки не такие уж и большие выпадает то что не должно выпадать игра часто зависает заходишь караван игра зависает нажимаешь кнопку слева вверху посмотреть весь список товара который есть в караване Игра зависает Даже в бой нажимаешь Игра может зависнуть Во время каравана Я с дуру на 113 нажал в бой Где я набиваю 3 отметки Там уже пару процентов осталось до 3 отметки Я во время каравана с дуру нажал в бой И у меня игра зависла В итоге там загрузился через пару минут от начала боя Хоть как-то там успел 3000 набить И это хорошо Но больше в бой что-то во время каравана я нажимать не хочу И в караван заходить зависать я не хочу В караване менять товар за жетон и за серебро я тоже не хочу Поскольку там выпадает то что у меня есть Ничего нового интересного там нет Да для тех у кого нету там этих танков за серебро Им конечно хочется на них попасть Но сколько они потратят на смену товара Я даже не знаю Это должно быть какое-то ультравезение Чтоб он тебе быстро выпал И то вообще вот напишите в комментариях Если кто-то кому повезло Чтобы им быстро попался какой-то танчик за серебро Там за одну серебринку Они его успели купить Чтобы он не закончился Есть ли вообще такие Как много вообще этих танков там Непонятно же Также разработчики уже написали в новости про караван О том что кто потратил больше миллиона кредитов До 22.00 МСК 22 апреля Во время запуска каравана Тем вернут Компенсируют 10 жетонов Но 10 жетонов это лям Многие потратили очень много миллионов серебра Во время запуска каравана Компенсация 10 жетонов я думаю Не особо сыграет роль И куда эти жетоны девать Ждать конца события И тебе вернется миллион серебра Люди некоторые там потратили Десятки миллионов серебра Также когда ты меняешь товар В караване За серебро То цифра серебра в ангаре Обновляется только после смены сервера Что очень тупо Поэтому нужно за жетоны Менять товар Во-первых это по скидке выгодней Во-вторых Циферка жетонов обновляется сразу Также написано что из-за большой нагрузки может наблюдаться зависание игры При нажатии на оставшиеся наборы А также отсутствие отображения существующего предложения В обоих случаях помогает смена сервера У меня вопрос а как ты сменишь сервера если у тебя игра зависла намертво? Гениальная помощь Также еще Opel1951 и FV4202 выпадают даже если они у вас есть Это очень гениально И помимо этого еще и выпадает 2D стиль который у меня тоже есть И не один там много раз оно повторяется В итоге я покрутил караван И мне в основном выпадало то что у меня есть 2D стили, танки И больше ничего не падало Остальные танки у меня все есть Мне один раз выпал танк который копия того танка который у меня есть Также еще один раз выпал танк который я думал что у меня есть он в ангаре Я на нем когда-то давно играл, мне 90 боев на нем наиграно, но почему-то в ангаре его нет. А так, в принципе, все остальное у меня есть, оно мне ничего не выпадало. Мне, по сути, выпадали только те танки, которые у меня уже есть. Эмиль-1951, ФВ-4202, а также за золото Шварпанзер этот 58, который является копией Панзер 58, который является копией Муц 58. И нахрена мне эта копия тройная плохого танка, я не знаю. Смотрите, которое делала Леста. Во-первых, зависает игра и в караване, и когда в бой нажимаешь. Во-вторых, очень много косяков и ошибок в самом этом караване. Также нету очередной раз какого-нибудь счетчика, который показывает тебе, что ты там в нем купил, чтобы пролистать, посмотреть. Поскольку я, допустим, купил какой-то 3D стиль, мне высветилось в уведомлении справа внизу в ангаре, что я потратил сколько-то золота, на что я его потратил, не написано. Я потом не мог в своей куче камуфляжей найти это, что я там вообще купил. Пока там эти прокрутишь эту рулетку, уже и забудешь, что ты там за фигню купил. Как будто бы я в танках всегда, когда что-то открываю, там эти коробки и все остальное сидеть с блокнотиком записывать. Ну и даже если бы все было бы идеально, допустим, игра бы не зависала, а товар повторный бы не выпадал. Все равно это супер лохотрон, поскольку ты каждый вечер будешь приходить в надежде получить тот самый танчик за один кредит, или какой-то другой премтанк за серебро. А их разбирают буквально в считанные минуты, и пока ты там крутишь, 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 и даже если ты до него дойдешь, а он уже закончился. Люди очень много миллионов серебра потратили. На что? Чтобы покрутить товары, которые у них есть, чтобы выпадал танк, который есть, чтобы выпадал 2D стиль, который есть. Чтобы получить танк, который уже купили все, и его не осталось. Я, честно говоря, на стриме чуть-чуть покрутил, и большую часть жетонов я оставил. Мне пускай компенсирует серебро, которое я на это потратил, я в этом участвовать не хочу. Во-первых, мне там нечего покупать, как я и говорил, кроме копий танков, которые у меня есть. Да, там есть пару танков, которые не стоят у меня в ангаре, но у меня стоят их копии с тремя отметками. Нафига мне еще точно такой же танк, я не знаю. Меня эти копии бесят. Я считаю, что это халтура какая-то. Те люди, которые говорят, что вот тот танчик, который типа копия, я его не могу получать, а вот этот вот могу теперь получить. А если бы это был бы один танк без копий, ты бы что, не мог его получить? Вот некоторые люди такие комментарии оставляют гениальные, но есть ощущение, что они даже не начинали мозгом думать иногда. А стоило бы подумать, возможно, меньше бы людей участвовали в таких лохотронах, и чем меньше люди будут пользоваться плохими вещами, тем меньше они будут пользоваться спросом. А если что-то не пользуется спросом, то люди, которые это производят, им это будет невыгодно, поскольку они будут это делать не для кого. И раз никто этим не пользуется, и они это делают не для кого, значит оно не окупается, и они проделали свою работу зря. Поэтому не пользуйтесь дерьмом. Я считаю, что караван дерьмо. Пользоваться им или нет, решайте сами. С вами был Варчик, и давайте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok